Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Дорогие эксперты, прошу взгляда со стороны, мы с Мудем давно вместе у нас ранний брак. Поженились очень быстро, совместную жизнь начали в эмиграции после 8 месяцев раздельной жизни. В день моего приезда к нему признался, что пристрастился к героину. Но затем последовали 3 года моей юной жизни в борьбе с этой зависимостью, и он бросил. Но осталась слабильность к алкоголю, мне нужно было держать руку на пульсе, а так он стабилизировался. Получил второе высшее образование, работает, зарабатывает, мы отличная семья со стороны. Последние лет 15 эпизоды сильного опьянения происходят раз в год-полтора. Раз в ситуациях, например, когда я уехал в командировку или приехал друг к детству. Для меня это очень стрессовая ситуация. Алкоголь в виде пива принимает каждую неделю в пятницу по ружине или при посещении ресторана. Все в меру. В последнее время у него стресс на работе. Он стал очень много курить и выпивать в последнюю неделю. Мы стали ругаться, особенно на почве курения. Меня раздражает постоянный запах прокуренности. Получается, мое поведение только усиливает градус стресса. У меня некуда не укладывается в голове, зачем себе так вредить. Год назад появилась гипертония, пьет таблетки. Вопрос. Как мне боится от страницы принять, перестать говорить на эту тему? Вопрос задается анонимно. Аноним, я не думаю, что ваш вопрос имеет, как бы так сказать, почву, потому что вы уже что-то делаете, да? Из того, что вы перечислили. Либо отстранились, либо приняли, либо перестали говорить на эту тему. Но кто-то мне подсказывает, что ни то, ни другое не дрите, делать вы не будете. А кто-то мне подсказывает, что делаете вы совсем другое. Например, как вы сами пишите, что стали ругаться на эту тему. Вот. А видите ли, люди не ругаются просто так. Люди ругаются, как правило, когда есть какие-то сдерживающие факторы. Вот. Когда есть какие-то дополнительные, так скажем, мотивы. Когда есть какая-то дополнительная история в взаимоотношениях. И, соответственно, здесь этих дополнительных мотивов, в принципе, на мой взгляд, более чем хватает. И всего, с вашей стороны. Смотрите. Маркомания, алкоголизм, пристрастие к курению. Это все выдает у человека, скажем так, не некоторые проблемы, да. А такое вот глобальное, постоянное желание уйти от реальности. То есть, иными словами, в реальности что-то сильно напрягает. Вместе с тем, и алкоголизм, и наркомания, курение, конечно, в меньшей степени, но то же самое. Это, по большому счету, болезнь. Болезнь. Да, болезнь. Болезнь нужна нам, или человеку, когда? Когда нужно привлечь к себе внимание. Собственно, именно этим, ваш, так скажем, муж и благополучно занимается. Вот. Он привлекает к себе ваше внимание. Ему нужно внимание. И вы ему это внимание с огромным удовольствием даете. Чем, как бы, отличаются здоровые отношения от нездоровых, от созависимых отношений. В том, что в созависимых отношениях такая вот болезненно-деструктивная потребность с большим удовольствием удовлетворяется, да. Никто не берет ответственность, как бы, на себя. То есть, либо берет ответственность, ответственности очень много, безумно много на одного человека, и, соответственно, никакой ответственности на другом человеке. Вот. Либо эта ответственность превращается в перекидывание горячей картофели, когда, по сути дела, то тебе, то мне, как бы, ответственность, то я, то ты. И, вот, либо, соответственно, идет такая вот вахта, когда один человек берет ответственность, то полностью, то другой. Вот. Поэтому, с позиции вашего мужа, значит, это болезнь. Болезнь – это потребность во внимании, как я уже сказал, да. И, вместо всем, некоторая моя личностная проблема. Например, там, чувство вины, страх и так далее. Вот. И, в общем-то, проблема достаточно легко решается на уровне семейной терапии. Если необходимо, привлекают специалисты по наркологии, вот, чтобы помочь человеку. Но, все равно, это помощь без, как бы, психотерапии, эффекта какого-никакого-никого-нибудь. Без изменения поведения внутри семьи. Если вы обратили внимание, я почти ничего не сказал про вас. И это не случайно. Дело в том, что, вот, то, что вам нужно, грубо говоря, все контролировать и держать там руку на пульсе, да, вы могли бы этого не писать, потому что даже по вашему тексту, в принципе, это более чем очевидно, что вы привыкли контролировать, что вы привыкли держать руку на пульсе, что вы боитесь, что что-то пойдет не так и так далее. И здесь тоже, так же, как и у вашего мужа, есть история. Как правило, как правило, не всегда, но как правило, подобная модель поведения связана с тем, что, значит, человек боится быть ненужным. Человек пытается все контролировать, как правило, в тех случаях, когда он без этого, он просто будет ненужным. Вы боитесь быть ненужным. Если вы не будете контролировать, если вам, как бы, не за что будет отвечать в глубине души, вы будете ненужным. Да, сейчас вы можете против этого возразить. Сейчас вы можете против этого возразить, сказать, что это не так, сказать, что, ну, как-то найти какие-то аргументы. Вот. И, в общем-то, нам, в рамках такого ответа вам, я прекрасно понимаю, что аргументы, как бы, ну, есть, они имеют место быть, и вы, как бы, можете с ней согласиться. Вообще-то, то, что я говорю вам сейчас, да, говорить вообще-то не нужно. Потому что это, как бы, ну, к этому приходится, к этому люди приходят постепенно в процессы психотерапии. Вот. Психотерапия для созависимых отношений, отношения не обязательны. Вам, значит, психотерапия для созависимых, вашему мужу нужна, соответственно, психотерапия для зависимого человека. Вот это можно совмещать, да, то есть, как бы, вам можно работать, в принципе, в пары. Потому что у вас накопились обиды, накопились претензии, накопились какие-то чувства. Это, соответственно, все нужно выражать. Вот. А... Обратите внимание. Ранний брак. Ага. Ранний брак. У вас. Некоторая жертвенность. То есть, вы говорите, вот, моя юная жизнь, там, и так далее. Вот. То есть, некая жертвенность, да. Взваливание на себя ответственности за другого человека и некоторая нетерпимость к нарушению правил. Почему вы, почему вы так болезненно относитесь к тому, что, вот, там, человек делает что-то, вот, что неправильно, да? Потому что для вас это проявление самостоятельности. Если человек будет самостоятельным, вы ему станете ненужны, такой вот глубинный воскорыстовый страх, ну, как правило, он такой бывает. Вот. А мужчина, в свою очередь, понимая подсознательно, что с вами он не может быть, как бы, самостоятельным, да, он, что называется, делает, как бы, шаг назад. И, вот, ну, натурально деградирует, но деградирует не в плане, там, того, что, там, снижается культура, да, какие-то ценности, нет. А именно, вот, в плане поведения. Там, самостоятельным быть не могу, значит, надо быть несамостоятельным. А если я буду несамостоятельным, я должен вести себя как ребенок, там, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, эту, эту пустоту нужно заполнить. И заполняется она, как правило, алкоголем, наркотиками, наркотиками и так далее. Вот. Поэтому здесь, как бы, и как бы система. И дело не в том, что вы себя как-то ведете. Дело не в том, что, какую модель поведения вы выберете, принятие, там, перетензии говорить, говорить на эту тему и прочее. А, как бы, коммуникация, она, она имеет форму невербальную, в том числе, тоже. И вы, и ваш муж, даже если вы не будете чего-то говорить, будете знать, что невербально вы говорите. Да, невербально вы говорите. Вот. Невербально вы, вы его, его осуждаете, невербально вы его, как бы, там, к чему-то призываете, да. Вот. Невербально вы взываете, допустим, там, к его совести, т.д. и т.п. Такая история, получается, по большому счету, к сожалению. И, собственно говоря, собственно говоря, этот порочный круг, как мне кажется, нужно разрывать. Ну, поскольку к нам обращаетесь вы, то, соответственно, разрывать нужно, в первую очередь, вам. Да? Вот обратите внимание на то, что вы, что вы пишете про мужа. Значит, он получил высшее образование, работает и зарабатывает. И далее, мы отличная семья. То есть, как будто бы существует только он, вас нет. А, может быть, вы тоже работаете, может быть, вы тоже зарабатываете, может быть, вы тоже добиваете успеха, вопрос в мотивах. Ваш муж это делает для себя, вы это делаете для него. И, правда в том, что вы, вот, здесь, опять же, как бы, приносите себя в жертву. И до тех пор, пока вы приносите себя в жертву, а в жертву, на этот, вы себя обязаны, потому что вы, эээ, вы боитесь быть ненужными. И до тех пор, пока вами руководит этот страх, ситуация не изменится. Вот, ситуация не изменится, и, соответственно, всё будет так. Вот, поэтому вам нужно налаживать смуть, первое, коммуникацию, то есть как-то вот осваивать неконфликтные модели поведения. Второе, лучше осознавать себя, вам и вашему мужу. Вот, начать можно с вас, конечно же. И, соответственно, личность нарастить. Чтобы в отношениях быть не в контексте того, что вы себя в жертву приносите, а вот как бы в контексте, ну, желание просто что-то делать для человека. Вот как-то так. Это и границы личные между вами. Вот, это и внимательность к своим чувствам, к своим переживаниям. Вот, не к страхам, не к страхам. Страх, страх это отдельная история, а именно к тому, чего вы хотите, да? Вот, вот вы пишите, что для меня стрессовая ситуация, когда он там пьёт и так далее. Почему? Почему? Почему для вас это стрессовая ситуация? Потому что вы тоже чувствуете, что должны что-то сделать. Вы тоже чувствуете, что вам нужно что-то делать. А если вы не сделаете, что будет? Понимаете, есть чёткое ощущение, что без него вы никто. Вот. Да, может быть, я немножечко преувеличиваю сейчас, может быть. Но то, как вы это пишите, то, как вы описываете, что мы, 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 говорит о слиянии. Ну, не отделяете вы себя, получается, от мужа. А то, что вы поженились очень быстро и рано, говорит о том, что вы пытались сбежать. Вот. И, скорее всего, своей семьи. Вот. Ну, это сбежали из своей семьи. А модель поведения, модель поведения на самом старше. И останется, пока вы не начнёте на собой работать. На этом всё. Надеюсь, помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это поможет вам начать работу над собой, сформулировать первые постулаты. Перечитайте свой вопрос. Сопоставьте, сколько в процентном соотношении вы посвящаете внимание своему мужу, а сколько тебе. Спросите себя, они много ли. Вот. И давайте как-то уравновешивать. Потому что муж – не ребёнок. Вы относитесь к нему, как к ребёнку. Вот. Что может сделать ребёнок? Только хулиган. Или имитаться от правильного поведения к неправильному. Что, собственно, вам и нужно. Понимаете? Что вы будете делать, если вы не будете контролировать своего мужа? Да, вам тяжело. Это правда. Вам тяжело, вы устали и так далее. Но дело того, что будете. Вот не надо будет себя с мужем контролировать. Вот не будет у него таких проблем. Что вы будете делать? Вы тебя, если он вас бросит. Мать. Я желаю вам удачи. Всего самого доброго. Надеюсь, что вы обратитесь за помощью. Вот. В идеале, конечно, вместе с мужем. Если вы сможете говорить на разных языках, то, соответственно, нужно, чтобы вы занимались, если мы говорим про семейную консультацию, на языке, который вам комфортно. То есть, чтобы вы оба понимали, о чём будет речь. Если мы говорим про личную терапию, то это вам нужно заниматься личной терапией на своём родном языке, вот. Удачи вам. Всего самого доброго. Всего доброго. Удачи様. В тамбе.